В этом видео ты узнаешь, как определить самую подлую неисправность, которая встречалась на моей практике и самая интересная, которая попалась мне именно на моем автомобиле. Симптоматика этой неисправности на самом деле достаточно интересная и заключается она в том, что ты ощущаешь вибрации, которые передаются тебе на руль при прикладывании нагрузки, ну то есть при разгоне автомобиля. Причем эта вибрация ощущается на всех передачах именно с низов. При постоянном движении на большой даже скорости или при торможении этой вибрации нет. А вот небольшая вибрация при разгоне с низов она почему-то остается. Забыл сказать, что диагностика проводилась на моем автомобиле Ford Focus 2 с двигателем 1.6 и с механической трансмиссией. На тот момент пробег составлял около 45 тысяч километров всего-навсего. Поэтому такой факт сильнее усложнял момент диагностики. Ну машина-то практически новая, несмотря на то, что ей около 13 лет. Сначала коротко, буквально пару слов о том, какой именно логикой, какой именно методикой необходимо руководствоваться при поиске такого рода неисправности в виде вибраций. Более подробно я не буду здесь углубляться, уже есть отдельный видеоролик, в правом верхнем углу будет доступен. Прям вот большой ролик о том, какие симптомы вибраций бывают и к чему они приводят, то есть к какой поломке. Здесь лишь скажу, что вибрация подобного рода может быть вызвана именно вращающейся частью, которая, как правило, относится к одному из элементов трансмиссии автомобиля. То есть зачастую в 99% случаев никакая ходовая часть к такому роду вибраций отношения иметь не будет. В голове представил, как устроена трансмиссия автомобиля и решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Сразу скажу спойлер, никто из мастеров безошибочно с полоборота не определил поломку, к сожалению. Начал я с самой очевидной, тривиальной и, самое главное, бесплатной вещи. Был сезон смены колес и я решил, что неплохо было бы отбалансировать новые колеса, сменить на другие, тем более, что я хотел литё поставить и посмотреть, как машина себя будет вести на вообще других колесах. Ну и, естественно, проверить первым делом перед всем этим действом все гайки необходимы на колесах, что колесо не подоткручено и вибрация идёт не от открученного колеса. Так вот, поменял колеса и вибрация, к сожалению, не ушла. Ну, к счастью, потому что иначе этого ролика не было бы. Соответственно, я сразу откинул элемент балансировки колес, элемент того, что какое-то говно могло прилипнуть к диску и таким образом давать, ну, дисбаланс при езде и при вращении, ну, путём смещения центра тяжести колеса. И пошёл дальше. Дальше у нас на пути стоит шрус, ну, в сборе, если будем говорить, полуось. То есть шрус и внешняя часть привода, то есть граната, да, в народе, и внутренняя часть привода. Причём ещё подлость этой поломки заключается в том, что ты не можешь, собака, определить, с какой стороны именно идёт вибрация. То есть ты её ощущаешь на руле, а слева или справа она вообще происходит, ты не можешь определить никаким образом. Соответственно, грешим на весь привод полуось в сборе, ну, естественно, на внутреннюю часть, потому что она длинная, и какой-то дисбаланс в ней может давать вот так называемые вибрации. При этом, понятное дело, что я сразу откинул такие элементарные вещи, как вибрации при торможении, которые исходят от тормозных дисков и так далее, потому что это всё сразу было продиагностировано. Брак полуоси я не мог откидывать на своей машине, потому что здесь ещё родные все элементы подвески стоят. На тот момент на пробег был где-то 45 тысяч километров. И я думал, что всё-таки, наверное, какая-то бракованная, может быть, бракованная внутренняя часть привода, может быть, какой-то износ трипода или ещё чего-то. Ну, непонятно мне было. Шрус я сразу же откинул, думаю, ну нет, он же хрустеть должен. То есть, когда ты руля выворачиваешь, даёшь газу вперёд-назад, должен быть хруст, щелчки. Ничего не щёлкало вообще. Спойлер, зря я это сделал. Более того, я ещё поднимал автомобиль, просил человека сесть туда, дать газу там до 3000 оборотов. А второй ногой, когда колёса крутятся, нужно же приложить какую-то нагрузку, чтобы понять, есть хруст или нет. Необходимо было нажать на педаль тормоза второй ногой. Таким образом прикладываем нагрузку, и даже на прямых колёсах, если износ шариков в шрузах есть, он всё равно будет ощущаться, чувствоваться, ну и, в принципе, виден. Но ничего подобного не было. Тактильная диагностика в виде, там, потрогать на предмет люфта приводов тоже ничего не дала, потому что, ну, всё в идеальном состоянии. Непонятно. Пыльники, естественно, тоже посмотрел. Ни грамма смазки оттуда не было видно, а они не повреждённые. Начал думать дальше. С коробкой что-то? Ну, на 45 тысячах вряд ли что-то будет с коробкой. С двигателем я уж начал думать, что может быть что-то с маховиком, там, какая-то поломка, неисправность. И идёт вибрация, опять-таки, из-за смещения центра тяжести при вращении непосредственно маховика или, может быть, коленвала. Отбросил я эту мысль по одной простой причине, потому что тогда бы вибрация была не только при разгоне, но она бы была, в принципе, при работе двигателя. Даже на холостом ходу, когда даёшь газу, всё равно шли бы вибрации. Но их не было. И решил я чуть подробнее изучить эти самые шрузы, а точнее пыльники. Начал сравнивать левый и правый пыльник с хомутами и заметил, что один из хомутов отличается на левой части, отличается от правой. Ну и решил я опровергнуть или, наоборот, подтвердить свою гипотезу о том, что с правой стороны установлена неоригинальная граната, ну или, по меньшей мере, пыльник с хомутами. Просто взять оригинальную и сравнить с тем, что у меня с правой стороны. А натолкнул меня на эту гипотезу тот факт, что у меня машина с оригинальным небольшим пробегом на данный момент около полтинника. А на момент, когда я её покупал, ею владел там такой пенсионер, который ездил только на дачу летом. И взял я её с пробегом 19 тысяч километров. Видос, кстати, есть там 4-х летней давности, где я рассказываю про эту тачку. Так вот, я подумал, а что если этот тип, когда ездил на даче, может быть, попал в какую-то колею и там веткой какой-то или ещё чем-то, задел с правой стороны пыльник. После чего поехал к дилеру, а он там обслуживал тачку. И они, чтобы не заморачиваться, а он, чтобы сэкономить, поменяли чисто пыльник, а не гранату в сборе. При этом туда успел попасть, например, песок какой-то, они, может, плохо зачистили. Короче, вот в эту степь я начал думать и не ошибся. Приехал к парням знакомым, которые занимаются исключительно ремонтом фордов. Мы взяли оригинальную гранату и сравнили с моей с правой стороны. Мы зачистили её. Оказалось, что хомуты отличаются и немного отличаются пыльник. Было принято решение, собственно, менять гранату. Сразу скажу несколько слов, почему именно граната выходит из строя и почему она у меня не хрустела. Так вот, многие слышали, что когда выходит из строя шруст, то сразу же появляются щелчки, хруст и вот это вот всё при вывернутом руле, когда ты даёшь газы. Но не всё так просто. На самом деле появляется эта симптоматика далеко не сразу. А спустя уже время, когда пыльник у вас разорвало, туда попало большое количество песка, пыли всякой и смазка оттуда вышла. Соответственно, песок, попадая в механизм шруза, он там стачивает трущиеся пары, соответственно, страдают шарики, страдает обойма. И в некоторых случаях при повышенных нагрузках, если сильно резко, скажем так, тронуться, может ещё и поломаться сепаратор. Но стадия хрустов и щелчков на самом-то деле появляется уже, когда шруст 100% неисправен. Ну, то есть это уже прям крайняя стадия. Да, так можно ещё ездить и достаточно долго. Но то, что вы начинаете слышать хруст, это означает, что вы поймали неисправность уже достаточно давно. То есть она произошла не вчера, не позавчера, а несколько тысяч километров назад, по факту. Ну и решил действовать последовательно, потому что всегда оставляю вариант, типа, вдруг ошибся. Купил одну гранату для того, чтобы поменять чисто её отдельно, чтобы быть уверенным в том, что дело там не в приводе. И заодно разграничить диагностику правой и левой части. Типа, вдруг и левая граната тоже даёт вибрацию, хотя там пыльник оригинальный, но всё равно разные случаи бивают. Не стал жестить и искать среди дешёвых заменителей, потому что был случай на Кашкае, ещё на прошлой машине. Лет 5 назад купил подушку двигателя и ещё хуже стало, чем до поломки. Вибрации появились дикие из-за того, что резина была достаточно дубовая. Поэтому решил искать среди среднего ценового сегмента. Ну и оригинал опять-таки решил не брать, потому что очень дорого. Взял фирму Mobiland по рекомендации оператора, который имеет удовольствие сейчас меня снимать. Он покупал на Rapid тоже гранату лет 5 назад, когда у него она тоже вышла из строя и остался доволен. Взял гранату этой же фирмы, тем более, что проблема в моей гранате была в сломанном сепараторе. Для меня огромная загадка, почему не было слышно хруста, щелчков и так далее. На своих экранах вы можете видеть снятый привод. Гранату, соответственно, меняем на вот эту вот, которую я купил от Mobiland. Ну, стоит порядка 3000 рублей, около того. Самое дешёвое, что я находил, стоили 2000. Оригиналы просились там в районе 7000 рублей. На самой гранате мне понравилось, что есть вот эти вот тёмные пятна, которые видите на своих экранах на корпусе. Это закалка токами высокой частоты в местах контакта шариков сепаратора с корпусом для повышения прочности. А как вы можете видеть на своих экранах, сепаратор у меня развалился. Это означает, что где-то была приложена какая-то чрезмерная, видимо, нагрузка, из-за чего он и треснул. Ну, во всяком случае, я прихожу к такому выводу. Поэтому неплохо, что эти места усилены. Деталь поставляется сразу со всеми необходимыми элементами. Болты, гайки, хомуты. Самое главное, что пыльник из CR-резины, которая устойчива к реагентам, химикатам и различного рода другим химическим повреждениям. А в Москве здесь химикатов хоть отбавляй, особенно зимой. Ну и также, что удивило, смазка, которая входит в комплект, её предостаточно. И вся она рассчитана на весь срок службы этого самого шруза. А по промокоду Юрич вы ещё можете дополнительно получить 20% скидки на весь ассортимент Мобилэнд. Поэтому переходите по ссылке в описании. Поэтому за свой прайс считаю, что такой комплект, плюс усиленная конструкция, легированная сталь и достаточное количество смазки – это один из основных параметров, почему за эти деньги, мне кажется, это топ. Как итог, после замены провёл все те же испытания, при которых появлялся симптом до этого. То есть разгон на первой, второй, третьей, пятой передаче до 100 км в час. Обычно вот где-то с полутора тысяч до двух с половиной тысяч появлялась вибрация. Я вот пытался подснять, не знаю, видно ли, потому что, как отмечал, она достаточно мелкая. Но именно когда держишь руль в руках, она ощущается. Вот. После замены правой гранаты полностью ушла вот эта вот вибрация. Поэтому я назвал этот видеоролик «Самая подлянская поломка». Я на самом деле представить не мог, что именно в гранате может быть дело, потому что она достаточно короткая. На приводе, если там какой-то дисбаланс, ты понимаешь, почему вибрация, откуда она идёт. Здесь часть короткая. Но, по всей видимости, из-за разрушения сепаратора, где-то я, может быть, руля выкрутил чересчур, дал газу. А в этом случае, конечно, на гранаты приходится основная нагрузка. И вот у меня и, я даже не знаю, разломало, что ли, сепаратор. По этой причине, по всей видимости, при разгоне он начинал люфтить с внешней части. И, соответственно, люфт, точнее, не люфт, а вот эта вибрация передавалась на колесо. И, как следствие, обратно на рулевое управление. Но при этом, когда ты диагностируешь и дёргаешь за привода, руками вообще не чувствуется. То есть, все вот эти вот люфты, они были в порядке допуска абсолютно. То есть, я бы даже не подумал. В любом случае, если я кому-то помог и дал наводку по этой поломке, или помог не потратить большое количество денег и времени, я буду рад. Можете меня тоже поддержать лайком, если этот видос оказался для вас полезным. Ну и также можете написать свой комментарий, связанный с диагностикой автомобиля в части трансмиссии. Будет очень полезно почитать как мне, так и другим товарищам, которые зашли посмотреть этот видеоролик и опустились, чтобы подчеркнуть для себя еще полезные информации в комментах. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, давайте держать связь. Можете в чат, заходить в группу ВК. Бодрости духа, берегите себя и удачи.